Вы что делаете? Ааа! Ааа! Так, вот мы уже приехали в Дагестан. Малышка тут уже бегает. Смотрите, какая у нас прическа, да? Эй, какой типолинки! И, честно сказать, встречаются здесь вообще на уровне, чтобы вы понимали, вот там, вот так спускаешься, и вот там внизу у нас машина стоит, то есть под открытым небом. Видно? Нет? Понятно? Нет? Ну да ладно. Не, не хочу выходить, а на улице прохладно. Здесь вот будет спать Настя. Лакшери-шмакшери. Там чайник. Я вам больше скажу, у нас тут даже есть белые халаты. Вот, белые халаты. Так, что еще? Комната обязательно покажу сейчас. Вот такая спальня с фиолетовой подсветкой. Вот такое все интересненькое. И ванная комната. Мне здесь понравилось одно решение, которое я заберу к себе домой, если буду строить дом. Ну, не это, это тоже все классно, супер. Фем, вообще все как, я не знаю, прям, лакшери-шмакшери. Смотрите, здесь, если вам не видно, душ, видите? Не подъем, не бортик, а просто взяли, вот этот уровень подняли. Здесь теплые полы, я сейчас хожу, очень тепло. А здесь, наоборот, отпустили. То есть, ты когда будешь мыться, вообще не заморачиваешься. Классная идея. Где я? Где ты? Ты что, ходить собралась? А, посуду хочет достать. Ну, в общем, Мия уже тут обживается. Мы ее, как кошку, первую пустили сюда. Ну, полы теплые, самое главное. Ей нравится. Тут такие предметы интерьера. И, в общем, Насте тебе как? Классно. Да? Да. Ну, Настя тут ходила, уже пела за кадром, что-то притацола. Ну, Насте, походу, нравится. Мы тут с Настей в ночи опять в ресторан. Господи, сейчас подумайте по ресторану, по ресторану. Нет, на самом деле, мы там не одни, мы там с ребятами. Я вам сейчас покажу, может, там были. Просто ботиночки, минички брали. Вот так вот мы идем, тут за углом кафе. Ой, куда идти-то, Настя? Направо. А, направо. Знаете, в чем здесь фишка ресторана этого? Вот ни за что не поймете. Вот, видите, вот эти домики? Вот в каждом домике сидит компания отдельная, за шторкой. Тут вот большой экран. Ой, ой, чуть не хватает. Настя, что ты смешная? Тут большой экран. Наш домик, вот там все мы сидим. И очень радует, что мы можем отдельно своей компанией в домике. То есть в этих домиках не живут. В них едят за шторками люди. Как тебе? Такой вот у нас маленький ресторанчик для своих. Тут даже есть игрушки. Озерцо. И вот какие-то прям домики тут прям. Игрушки. Ой, смотри-ка, машина какая-то. А, вот тоже. Тут целый мир. Классно. А теперь самое интересное. Ой, у меня слеза пошла. А, Дагестан, как здесь здорово. И в Дагестане на самом деле классно. Так, все. Пробую теперь. Как вы думаете, какое море соленей? Каспийское или черное? Или азовское? Экспертный палец готов? Окунаем. Экспертный палец в море. И пробуем. Смотрите, как это. Черное соленое. Это вообще не соленое. Еле-еле солоноватое. Слегка подсолили супчик. Кстати, я люблю супчик вот именно такой соленый. Поехали посмотрим, что там в центре. Несмотря на то, что мы не нашли прям вот пешеходную-пешеходную улицу, но вот там вот есть проспектик посередине, да? Ну, все равно здесь очень много магазинов, очень много людей. Люди есть как вот в стандартной одежде для мусульманских стран, так и в джинсах-шортах. Поэтому мы с Настей чувствуем себя комфортно. Ну, вот пример очередной. Обычных людей. Правда, Настя, покажи, как ты мне сделала. У меня сзади, у меня тут сзади кофта с вырезом. Я нам залепила. Говорит, вырез не комиксло. Ну, Настя права, Настя молодец. Все-таки мусульманский регион. И вот тут очень много торговых центров. Ну, в принципе, ничем не отличающих. Ну, как нет, ну, отличаются, конечно. Но я имею в виду, что ничего неожиданного. Супер, сверх супер-пупер крутого я не вижу. Все как обычно. Вон карри есть. Плохой кофе. Зачем нам плохой кофе, Настя? Зачем они продают плохой? Пока идем с Настей. О, самолет. Подождите, вы видите самолет? Самолет, пролетающий над мечетью. Круто, да? Пока идем с Настей, хочу рассказать вам историю, которая произошла с нами вчера. Короче, заехали в придорожное кафе. Но были уже настолько голодные, что не могли дальше ехать. Хотя до города оставалось буквально 100 километров. Но прям все решили, все останавливались. С утра ничего не ели. И такие спрашивают, а у вас безналичный расчет есть? Нету, типа, только наличка. Ой, блин. И мы выясняем, что у Насти, оказывается, там осталось 300 рублей рублями. И по мелочи там еще можно было рублей 150 наскрести. Ну ладно, думаем, хотя бы там на 450 рублей как-то втроем еще ребенка. Слегка, ну хотя бы перекусим и поедем дальше. Машина вся разбита. Ребята, мы на 450 рублей поели макароны, котлеты. Настя, ты что ела? Пюре с котлетами. Пюре с двумя котлетами. А, пюре с одной котлетой. У меня были макароны с двумя котлетами. Потом еще были макароны с гуляшом. Потом мы еще купили три кружки чая и три пирожных торта. И вообще, короче, и у нас еще осталось 50 рублей. Мы вообще были в таком шоке. Но было очень вкусно, на самом деле. Я не помню, как называется кафе. Где-то, по-моему, село Первомайское. Ой. Сатурн не был. Вот так вот красиво. Москвич. Ничего себе, москвич. Я думала, ретро-тачки только у нас в Крыму. Офигеть, посмотри, какие номера странные. Как ты сказала, в мечети, это кого там написано? Имама? В мечети имени имама Шамиля при Центральной Духовной Мечети. Джума Мечети. А, а, ничего страшного. Разберяется наоборот в туре. Ладно, пошли дальше смотреть. Прямо сейчас реклама. Исламик шоп. И тут... И тут книжки. Да, это же книжки. Тетрадь, наверное. Дневник Рамадана, рабочая телетрадь. Все для детей. Все для детей. Ну вот только ушли, и как раз началась молитва. Сейчас мы вам с Настей еще одну интересную историю расскажем. Да, я не знаю, я сейчас уже показывала. Или... Или только покажу. Нет, давайте чуть попозже интересную историю расскажем. Не, реально, смотрите, написано плохой кофе. А здесь как будто кого-то убили. Купили плохой кофе. Но там так написано. И здесь очень много детей. И вот в этом районе как раз-таки много детских магазинчиков. Огромное здание театра, на самом деле. Пойдемте посмотрим, что там показывают. Ну, тут обширная программа. Тут вообще... Ну, непонятно. Кровь и слезы. Вот, понятно. Детская программа. Большая, обширная. Заяц, муха. Буротино. Буротино. Это, наверное, на ихнем языке. Потому что пишется, что это вроде Буратино. Скандербек. Что, ты хочешь, Настя, внутрь заглянуть? Пока чисто, аккуратно. Закрыто. А будут, наверное, с кулачок. Точно. Нет, Настя. Блин. О, тут интересно. Здесь, по-моему, целая история. А, так это же знаки зодиака. Вот стрелец. Нет? Нет. Вот это не стрелец? Нет. Ну, да, это какие-то олени. Я таких не знаю. Ну, да. Какая-то площадь, типа, как Олея Славы. Тут вот ТНТ Махачкала. Тут какие-то есть вставочки. Настя уже изучает, читает. Ради маты навсегда в моем сердце. В моем. Тринадцатый год. В прекрасной паре. И вот тут еще. Что это в итоге за башня? Настя говорит, что это какая-то торговая точка. Ну, да. Тут еда, типа. Но закрыто. Ну, интересная задумка, кстати. Ой, а там что, Настя? Ой, смотри. Это табличка для достопримечательностей. У нас в Крыму тоже вот такие коричневые поставили. Они по всей России получаются. Итак. Дагестанский музей там. Площадь Ленина спереди. Мечеть, ЖД вокзал, филармония. И городской пляж. Городской пляж. Блин. Может, пляж посмотреть? Национальная библиотека. Люблю я такие места. Мия, ты чего? Библиотеку не любишь? Там вон какой-то детский развлекательный клуб. Мы понабрали кучу детских всяких принадлежностей, памперсов, всего остального. Дешевле, я скажу, чем у нас в Крыму. И такой огромный выбор. Но, несмотря на то, что просто магазин. Легко нашла соску, которую давно искала в первом попавшемся магазине. Настя, ты чувствуешь какой-нибудь криминал? Вообще не кажется. Не чувствуешь? Не боишься идти по улицам? Нет. Дагестана, нет? Не пугай меня. Не пугать. Очень много молильных комнат, даже на заправке. Читаешь, там кафе, там офис и молебная. Ну и вот интересно очень. Кафе в ресторанах. В Чечне вообще практически во всех кафе-ресторанах есть молебная комната. Здесь не во всех, но тоже есть. Вот так. Мы проехались чуть-чуть дальше, к памятнику первой русской учительницы. Выглядит очень интересно. И здесь, как вот у нас есть парк миниатюр, здесь есть вот городские башни. Смотрите, то есть можно в миниатюре посмотреть какие-то моменты. И это очень интересно и занимательно. Настя, яблоко есть. Не Apple, а яблоко. Озеро называется, как и парк, Аггёль. Вот он такой памятник учительнице. Очень красиво здесь, мне очень нравится. И вот можно посмотреть на архитектурный стиль Махачкалы. Здесь новые дома в совокупии со старыми. В принципе, неплохо уживаются. Вот так вот выглядит это район, центр Махачкалы. Ну, наверное, это же центр, да? А вот там через дорогу уже новый район. Сейчас покажу. Вот она, первая русская учительница. И посмотрите, целый район просто строится. Вот, кстати, что хотелось бы добавить. Так это про стройку в Махачкале. Она здесь везде идет ударными темпами. Я думала вообще, что Крым у нас строится. Нет. По сравнению с Махачкалой Крым вообще не растет. Абсолютно совершенно. Здесь везде просто стройки идут. И знаете, не заброшенные стройки, как могло бы показаться, а активные стройки. Все строится, все разрастается. И это очень круто. Вон еще стройка. Сейчас, если покажу, вот, видите. Вон там кран сзади стоит, что-то строится. Вот большая стройка. То есть здесь куда ни глянь, просто все строится. И это я сейчас просто на одном пятачке вам стройку показываю. А на самом деле здесь вообще все строится. Так что, кто говорил, что Дагестан не очень богатый регион? Ну, нормальный регион. Крым дотационный же, да, Настя? Не знаю даже. Не знаешь? Ну, дотационный. Ну, Крым тоже дотационный. Ну, Крым вообще не строится. Совершенно, абсолютно. Как тебе? Интересно, здесь рыбалка, наверное, запрещена. Смотри, Настя, катамаранчик, пойдем узнаем, что почем. Вот еще одна достопримечательность. Какая-то крепость, да, макет какой-то. Ну, и тут вот просто можно глянуть на менталитет. Просто на макете сидят. Так, Настя, нам надо узнать, что почем в катамаранах покататься. Пирсики. Смотри, а, наверное, вот здесь вот вода, да, доходила раньше? Она, наверное, доходит. Периодически. В общем, Хасавюрт. И это еще Дагестан. Такое вот кафе. Настя, у тебя сколько вышло? 100? 20? 140 рублей? Котли, это пюре, суп. Тут у нее. И что это у тебя? Сметана? Это кефир. Кефир. У нас вышло 260. У меня тут запеканка, курица, картошка, супчик, супчик, пюрешечка, хлеб, салат крабовый и сметана. 260 рублей. Ой, блин, мне вообще тут так нравится. При этом очень хороший здесь дизайн. Все такое свеженькое, чистенькое. Как я говорю, хрустящее, как я люблю. Если вдруг кто-то будет проезжать, вот там Махачкала, вот там вот Грозный. И вот тут вот Олимп, вот так написано. Детский городок, кафе, столовая. Вот здесь вот мне понравилось. Ну, на всякий случай. Мы выехали, и вот едем в горы, и по дороге, смотрите, я что обратила внимание, какое странное кладбище. Ну, без единого деревца просто. Какое-то все другое здесь, да, Настя? Пока едем, не встретили ни одного человека. Хотя нет, встретили двоих, и тех с оружием и в военной форме. Вот дорога идет туда, наверное. Вот, видите, как бы полоса. Вот это последняя часть Улакского канена. То есть, Улакский канен, подсиженность. А что? 50 сень. Смотрите, кто у нас тут спрятался. Эй, красавчик. Привет. Тут куча кроликов бегает, просто везде. Вот здесь остановились, немного чай попить. Ну, такое перекусили. Здесь можно и с палатками останавливаться, но, конечно, не в конце октября. Туда, наверное, холодно ночью. Вот, а так интересное место. Знаете, что меня удивляет? Это то, насколько здесь лазурная река. Она просто выбивается вот из любой точки, если смотреть, просто лазурная. Хочется быстрее посмотреть, какая она. А, знаете, что мне сказали? Что мы сейчас на родочке по ней популям. О, самовар настоящий. У нее сейчас забота найти себе дом. И говорят у нас, если осенью убить змею, то та печалька забота, которая у ней переходит в кровь. Даже кипит. Там зеленый чайный. Так, в общем, вот такая у нас большая компания. И мы, оказывается, сейчас, ну, я уж говорила, на лодочках. А как река называется? Сулак. Как? Сулак. Сулак, как судак прям. У-у-у! 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 Мне нравится? У-у-у! А почему мне никто не рассказывал, что в Дагестане так красиво? А я даже не представляю. Я думаю, горы, горы, что в Крыму гор нет, что ли? О, какая вода чувствует. О, реально тут. Аватар, говорит, скимали. Да, скимали аватар. Да, все скимали, точно аватар. Настя, ты что делаешь? Как же без фильтров и без хлора пить? А тут наверху они хотят сделать домик, где можно будет спать. Ну, то есть здесь можно отдохнуть, посидеть, покушать, а там можно будет поспать. Классное место. Теперь Апин, Сбирьян, Сбирь. Я вот так классно влягу. И так! Круто! У-у-у! Ой-ой-ой, страшно! Вы что делаете? А что же? Эй, ты утка или гусь? По-моему, это вообще зебра какая-то. В общем, мы теперь вот все в таком месте будем пробовать форель из форелевого хозяйства. Здравствуйте! Ой, это свежая форель? Да, свежая. Кварченая. Ну что, надо попробовать на вкус. Форель очень вкусная, у меня сейчас низ скрызглаз. Короче, лежит тут перчик болгарский. И я его такая ем-ем, и думаю, что-то перчик-то болгарский остренький. Короче, тут такой пожар был. Чуть вся бисерка не горела. А вот рыба вкусная. Свободный форель. Пока, ну, Махачкалемы пока моют машину, решила тут чуть-чуть поговорить. Сегодня проснулась утром, и такая, глаза открываю, и темно, ничего понять не могу. Оказывается, у меня глаза не открываются, слиплись. У меня еще в Чечне началась аллергия. И, короче, эта аллергия... Ой, теперь я вчера весь день глаза чесала. Глаза были красные, как помидорины, а утром проснулась и смогла их открыть. Поэтому вид у меня такой сейчас припухший. Вообще косметику не наносила, и, наверное, в ближайшие дни не буду наносить. И вот так вот выглядит Махачкала. Что самое интересное, ну, это вот вроде стройматериал, да, такой, желтый кирпич. У них все дома стараются желтым строить. Мы вот были в отеле, отель снаружи желтый. Я говорю, а из чего вы строите? Он говорит, красный кирпич, а сверху облицовка такая, типа под желтый какой-то камень. Ну, то есть у них вот так вот принято, что ли. В Дагестане, как бы не казалось вам странным, не говорят на дагестанском. Такого языка вообще-то не существует, дагестанский. Что тоже очень интересно. Хотела сказать большое спасибо ребятам из Кызыл-Юрта за то, что нас приняли. За то, что вообще голова не болела, куда поехать, как всю экскурсию. Все провели, все показали, все вот просто на уровне. Поэтому, если вы едете в Дагестан, езжайте экскурсионными маршрутами, с экскурсионными группами. Намного будет удобней. Голова не будет болеть, где чего делать, куда, как чего ехать. Тем более, если вы болеете, как я. Аллергия, это, конечно, кошмар. Я всю жизнь думала, что у меня аллергия на амброзию. Но не думаю, что в октябре месяце здесь цветет амброзия. Значит, на что-то еще, а на что нужно выяснять этот вопрос. Как это принято? От махачкалы до баку, волны катятся на баку.